Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю. В эфире Минск чрезвычайный, а у микрофона Анастасия Гарба. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. С начала года на ликвидацию пожаров, загораний и прочих ЧС столичные спасатели совершили более 2400 выездов. На пожарах за это время погибли 7 человек, 26 пострадали. Около 200 человек были спасены и эвакуированы из опасных зон. Далее о том, какой была минувшая неделя в сводках столичных огнеборцев. Оперативная информация за неделю. Минск чрезвычайный. Визитная карточка американского автопрома «Кадиллак» сгорел в среду днем в Минске. Возгорание произошло в моторном отсеке машины, которая была припаркована во дворе на улице Маяковского. В результате сильно обгорел салон 26-летней легковушки и моторный отсек. К счастью, никто не пострадал. Причина, приведшая к пожару, устанавливается. Владельца авто жалко. В воскресенье утром на номер 101 от очевидцев поступило сообщение о загорании нежилого частного дома в Ярошевичском переулке. К моменту прибытия работников МЧС заброшенное деревянное строение уже горело открытым пламенем. Спасатели оперативно справились с ним, никто не пострадал. К пожару привело чье-то неосторожное обращение с огнем. Стоит отметить, что доступ в дом был неограничен. Лето – благоприятная пора года для людей без определенного места жительства. Живут они под открытым небом, в лесах, либо возле дачных участков, а с приходом осени устремляются в город в надежде подыскать теплый угол. Минские заброшки перестают пустовать и обзаводятся временными хозяевами. Обосновавшись там, люди не слишком заботятся о собственной безопасности, а уж тем более о безопасности окружающих. В попытках прогреть жилье с помощью костра, либо просто покурить, бездомные нередко провоцируют пожары. А если заброшенное строение еще и в частном секторе, то огню ничего не стоит перекинуться на соседний частный дом. Последствия такого расклада нередко самые катастрофичные. Кстати, в огне и дыму гибнут и сами виновники, так называемая нелегальная субквартиранка. В Минске такие случаи регистрируются ежегодно. К счастью, в 2018 году столица обходится без подобных трагедий. Но если нелегалы оккупировали вашу территорию или территорию по соседству, обязательно информируйте об этом милицию. Сообщите участковому инспектору. Минск чрезвычайный. Только на прошлой неделе я рассказывала вам о пожаре в доме на улице Кабушкина, где загорелся 11-летний телевизор. Происшествие по причине неправильной эксплуатации электроприборов случилось на этот раз в многоэтажке на улице Некрасова. Пожар произошел в воскресенье вечером. На третьем этаже девятиэтажного дома загорелось имущество в кухне двухкомнатной квартиры. Вероятнее всего причиной ЧП стало короткое замыкание электросушилки для овощей. МЧС напоминает, ни в коем случае не оставляйте без присмотра включенные в сеть электроприборы. Если загорание все же произошло, необходимо обесточить электроприбор, выдернув вилку из розетки. Если такой возможности нет, обесточьте квартиру через электрощит на лестничной клетке и только после приступайте к его тушению. Если пламя небольшое и вашей жизни и здоровью ничего не угрожает, попробуйте справиться с возгоранием самостоятельно до приезда спасателей. Накройте горящий прибор плотной тканью или одеялом. Так вы перекроете доступ воздуха к огню. Или попытайтесь засыпать пламя песком, землей, либо порошком. Если вы не уверены в своих силах и безопасности, не теряя дальше времени, покиньте помещение и вызовите спасателей по номеру 101 или 112. В остальном минувшая неделя для столичных спасателей не принесла серьезных по своим последствиям происшествий. Однако более четырех десятков случаев возгорания, оставленной без присмотра пищи на плите и мусора в жилье, говорят о том, что резерв потенциально серьезных пожаров остается еще большим. Как правило, основная причина загорания мусора – это неосторожное обращение с огнем во время курения. Помните, непотушенная сигарета – это всегда источник повышенной опасности в быту. В подтверждение этому выезды более двух десятков раз на пожары, зарегистрированные в жилых домах. Горят контейнеры, урны, лестничные площадки, мусоропроводы. А все дело в отсутствии элементарной культуры у граждан. Немногие задумываются сегодня о том, во сколько обходятся такие пожары для здоровья и благополучия самих жильцов. Ремонт подъезда всегда дело хлопотное. А добавим к ущербу затраты на привлечение техники МЧС, и получится та самая круглая сумма, которую вынуждены потратить из бюджета за отсутствие культуры у отдельного курильщика. О происшествиях сегодня все. Будьте внимательнее при обращении с огнем. Хорошего дня и до встречи через неделю. Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Минск чрезвычайный.